А перед началом видео хотел бы посоветовать вам подписаться на мой Instagram, потому что там выходят самые свежие новости, информация про стримы, про видео, поэтому пацаны, всем советую подписаться, там есть интересные фоточки, интересные видео, каждый день сторисы. Я очень хочу добить в Instagram 500 подписчиков, поэтому всем советую подписаться, реально, кому не сложно, возьмите и просто подпишитесь, потому что я просто реально стараюсь, стараюсь выкладывать интересные фото, истории там и так далее, поэтому, кому интересна моя жизнь, кто хочет первым узнать самые свежие новости, обязательно подписывайтесь на мой Instagram, ссылочка будет в описании под видео. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас будет новое видео по проекту Мазин Холиплей. Видео будет довольно-таки интересно, и сегодня мы поговорим про глобальное обновление. Я извиняюсь за то, что не было серии по Мазинку почти неделю, но на это были свои причины. Какие причины, вы спросите? На Мазинке просто скучно и нечего снимать, поэтому серии выходят так редко. Но если у вас есть какая-то интересная идея, которую я бы мог записать, то пишите об этом в комментариях. Если вы будете писать годные идеи, то я буду их реализовывать, и серии по Мазинку будут выходить чаще. Ну а сегодня мы поговорим про глобальное обновление, а именно про тюнинг, сколько он будет стоить, и как вообще он будет выглядеть, и какой вообще будет тюнинг в глобальном обновлении. Я думаю, вам это будет очень интересно, поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Также не забывайте вводить мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм, на пятом уровне получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Мазин Холиплей. Итак, какой вообще тюнинг будет в глобальном обновлении? Тюнинг будет довольно-таки интересный, и я его очень жду на самом деле. Но, к сожалению, новый тюнинг толком не показывают, возможно, они боятся, что конкуренты сделают подобное, либо я не знаю почему, либо оно еще не готово. Но сегодня я вам покажу некоторую информацию, которую у меня есть, там скриншотики, видосики, и вы, думаю, сами все поймете. Итак, начнем, наверное, с, знаете, самой интересной системы, которую мы ждем, это, получается, аудиосистема, которая очень будет прикольная. То есть вы сможете включать музыку в своей машине, и музыку будут слышать ваши пассажиры, получается, и вокруг люди тоже будут слышать вашу музыку. То есть аудиосистема будет позволять вам очень хорошо наваливать музыку, как и в машине, как и вне машины. Я считаю, это очень даже круто, как бы аудиосистема будет прикольная, скорее всего, эта система будет похожа на систему колонки, нужно будет через сайт загружать музыку, и потом вы сможете, как бы, ее включать. Данную аудиосистему нужно будет, скорее всего, вставлять в S2, но о ценах я расскажу в конце видео про каждый тюнинг, поэтому смотрите видео от начала и до конца. Итак, следующий тюнинг, получается, это у нас пневма, либо занижение, кому как удобно, так и говорите. Получается, этот тюнинг тоже будет ставиться, конечно же, в S2, я так понял. И мне вот интересно, там будет либо пневма нормальная, как бы, я видел две вариации, то есть пневма и просто срезанные пружины. Скорее всего, на мазинге будет такая же система, как и на родмире, можно будет дешево просто спилить пружины на своей машине, и она будет черкать по асфальту. Либо можно будет за приличную сумму поставить себе пневму, и занижать машину, и поднимать. Я считаю, это будет реально очень круто. Я лично хотел бы знать, на какую машину поставить эту систему. Я бы хотел ее поставить на Magnum. Да, я действительно хочу поставить, когда выйдет глобальное обновление, пневму на Magnum. Я считаю, это будет очень даже прикольно, но, скорее всего, я думаю, эта система не будет работать на Magnum, и все-таки это грузовик там, туда-сюда. Следующий тюнинг, который нас будет ждать, это, получается, стробоскопы. Но не такие, какие мы привыкли видеть там в реальной жизни, а от стробоскопа будут встроены фары. Но фары просто будут мигать левая, правая фара там и так далее. Но я думаю, вы все это понимаете. Но я считаю, это все равно прикольно, потому что я бы хотел поставить такой тюнинг на свои машины. Система реально будет прикольная, вы сможете просто поставить стробоскопы, и они, скорее всего, будут включаться на какую-то определенную кнопку, либо на определенную команду. И вы сможете ехать и моргать своими фарками. Также есть информация о том, что будет, получается, тонировка. Но, честно, я не знаю, это правда или нет, потому что скриншотов этой системы нету, как бы. То есть, слух есть о том, что будет тонировка, но ее пока что не показывали, и неизвестно, как это все будет работать. Итак, давайте перейдем к ценам. Аудиосистема. Сколько же эта прелесть будет стоить? Стоит она будет примерно 30 миллионов. Вы спросите, чего? Почему так дорого там и так далее? Потому что разработчики и руководство не хотят, чтобы данная система была у всех. Я думаю, вы прекрасно понимаете, если аудиосистема будет стоять у каждого в машине, то это просто будет происходить хаос на сервере. Каждый будет крутить свою музыку, и нормально музыку никто никак не послушает. Поэтому, для того, чтобы она была не у всех, эта аудиосистема, скорее всего, она будет стоить очень дорого. Я слышал ценник в 30 миллионов. Не знаю, сколько это правда, скорее всего, это правда. Возможно, она будет еще стоить дороже. Как бы, все может быть. Ну, типа, 30 миллионов, как бы, да, такая приличная сумма. Но я считаю, они делают правильно, потому что сейчас даже есть такая система, как колонка. Знаете, я думаю, ее можно купить либо с рук, либо на рынке. И эта колонка есть у всех. И музыку иногда некомфортно слушать, потому что кто-то поставил колонку, и ты ее поставить уже не можешь. А если они сделают аудиосистему для всех, как и колонка, типа, ну, если она будет у всех, это просто будет жесть. Представляете, по серверу будет кататься там человек 200-300, и будут крутить свою музыку. Это просто будет полная жопа. Следующая система у нас, получается, это занижение, то есть пневма. Ну, пневма, честно, не знаю, сколько будет стоить. Информации еще не было. Ну, давайте я чисто сделаю свое предположение. Просто скажу свое мнение. Я думаю, пневма будет стоить около 5 миллионов, может быть, 10 миллионов. Потому что это все-таки такая новая система будет. Как бы сейчас есть гидравлика, она стоит 500 тысяч, как бы. Ну, гидравлика это такое себе, потому что она резко поднимается, резко опускается. Гидравлика сейчас полезна в том случае, если вы там, может быть, где-то застряли. Либо нужно переехать какой-то шлагбаун там и так далее. Да, не спорю, гидравлика очень выручает. Но хотелось бы реально пневму. И пневма будет стоить, ну, я думаю, около 50 миллионов будет стоить пневма. На машины, там, советские, пневма будет стоить дешевле. То есть, чем машина дороже, тем дороже будет, скорее всего, установка на него пневмы. Следующая система, получается, стробоскопы. Вот насчет стробоскопов, честно, я даже не знаю. Но я предполагаю, что она будет стоить, ну, не знаю, мне кажется, где-то миллион. Потому что, ну, стробоскопы, я думаю, это не очень дорогая роскошь, даже в реальной жизни. Поэтому, я думаю, до миллиона будет стоить система стробоскопов. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Я очень старался. Я думаю, вы все ждали видео какое-то про глобальное обновление, потому что сейчас это самая интересная тема, которую все ждут, которые все хотят, чтобы уже вышло глобальное обновление. Я надеюсь, что ОБТ уже будет совсем скоро, хотя бы через месяц. Мне кажется, ГО выйдет где-то, возможно, в марте, либо в апреле. Возможно, вообще летом. Поэтому мы просто держимся, терпим и ждем глобальное обновление. Все, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok